Купите немного хорошего картофельного крахмала в ближайшем бакалейном магазине. Тщательно просейте его, разделите на три равные части. Окрасьте каждую кучку в свой цвет. Красно-оранжевый, фиолетовый и зеленый. Хорошо просушите. Теперь цветные порошки можно смешивать по мере надобности. Возьмите стеклянную пластинку, нанесите клеящий слой. Кисточкой распределите порошок тонким однородным слоем. Сверху припорошите сажей. Теперь в темной комнате пластинку нужно покрыть слоем светочкой. Вставьте пластинку в фотокамеру и снимайте. Через несколько секунд получается фотография исключительного качества. 1900 год. Последние 50 лет искусство фотографии окутывало мир черно-белым саваном, словно оплакивая братьев Ганкуров. Люди мечтали о развитии цветной фотографии, которая сможет соперничать с живописью и даже превосходить ее, схватывая образ практически моментально. Цветная фотография появилась впервые в 1904 году. Это мгновенно произвело революцию в способе видения мира человеком. Было сделано почти 50 миллионов снимков. Но век спустя большинство этих произведений искусства полилось на чердаках. В сегодняшний цифровой век настало время вытащить их на свет во всем их великолепии. Но сначала вернемся в прошлое. В Лион 1890-х, где Антуан Люмьер, художник и фотограф, вдохновлял своих сыновей на поиски цвета в темноте. Говорили, что он гиперактивен. Ему необходимо было постоянно двигаться, находиться всегда в гуще событий. Однажды он рассказал домашним, что Эдисон изобрел некий аппарат. Давайте, говорит, сделаем такой же. Сам бы он, конечно, не справился. Но сыновья ответили, что они примут вызов и попытаются. А может, просто хотели ублажить его. Через три месяца Луи Люмьер изобрел первую кинокамеру. Карточная игра В марте 1895 года Луи Люмьер сделал первую камеру, синематограф. Он снимал рабочих, выходивших с завода в Лионе. Этот фильм был показан на экране 28 декабря 1895 года в парижском Гран-кафе. Между созданием фильма и его показом прошло полгода. В это время Луи Люмьера совершенно не заботили ни публика, ни проблема сбора платы за просмотр. Его интересовало в основном продолжение исследовательских работ по цветной фотографии. Летом 1895 года он снял несколько маленьких семейных фильмов, например, «Политый поливальщик», но он не считал киносъемку коммерческой деятельностью. В области черно-белой фотографии Марка Луи Люмьера уже была общепризнанной, но это только увеличивало его одержимость цветной фотографии. Сам Буон сказал, что съемка фильмов – лишь промежуточный эпизод в его исследовательской работе, целиком посвященной цветной фотографии. 15 долгих лет изобретатели кино доводили до совершенства процесс цветной фотографии. Возникает вопрос, почему крахмал, и как братья Люмьер пришли к мысли использовать именно картофельный крахмал. Не надо забывать, что было проведено значительное количество опытов с разными субстанциями и с разными сортами крахмала. Успешным оказался только этот. Почему, например, картофельный крахмал лучше рисового? Мы поэкспериментировали с рисовым крахмалом, и оказалось, что он окрашивается хуже картофельного. Чтобы цвета автохромной пластинки были насыщенными, нужно использовать вещество, хорошо адсорбирующее краситель, и только картофельный крахмал обладает таким свойством. Из их переписки мы знаем, что подходящие сорта крахмала они искали по всему миру. Из писем в Индокитай и Африку следует, что они пробовали и маниоку, и рис в поисках нужного вида крахмала. Перед братьями также стояла проблема выделения зерен нужного размера, от 13 до 15 микрон. Нужно было придумать, как просеивать зерна и сортировать их по размеру. В архивах того времени много необычных схем и чертежей странных устройств для просеивания и сортировки зерен, для выделения зерен размером от 13 до 15 микрон. Довести эти приборы до уровня промышленного производства было делом довольно сложным. Наверняка Луи Люмьер придумывал различные устройства для производства пластинок хорошего качества и в промышленных количествах. Одно из таких устройств нам удалось найти. Это ролик Люмьера. Случайно Луи Люмьер обнаружил, что прозрачность пластинок увеличивается после обработки прессом. Поэтому он придумал, как прикладывать к пластинкам давление, достаточное для раздавливания зерен крахмала. Для этого необходимо было создать давление. Давление производилось прокатыванием вязальной спицы взад и вперед по поверхности пластинки. Похоже на автомобильные дворники. Это давало давление, достаточное для сплющивания зерен, но не раскалывающее стеклянную пластинку. Принимая во внимание сложность производственного процесса, можно оценить гениальность Луи Люмьера. Он сумел найти технические решения, позволившие ему поставить производство на коммерческий уровень. При том, что продукт производства – вещь довольно странная. Пластинки, покрытые картофельным крахмалом. Идея прижилась, и фотография стала ассоциироваться с картошкой или картофельным крахмалом. Хорошо известны фотографии времен Первой мировой войны, которые делали в окопах сами солдаты. Немногие знают, что есть и цветные военные фотографии. Автохромом пользовались несколько фотографов – Леон Гампел, Жерве, Курцеремон, а также Турнасо. Субтитры создавал DimaTorzok Жерве, Курцеремон создавал в то время очень интересные работы. Он снимал после событий. Военные запрещали фотографам появляться на поле боя. И он снимал те же самые места, но уже после того, как битва заканчивалась. Снимал разрушения, свежие следы войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Армия никогда не дружила с журналистами. Энтузиастов автохрома не пускали в окопы. Некоторые из них пытались обойти цензуру, обговаривая себе право реконструировать военные сцены. Приглашали позировать солдат. У нас в архивах есть снимки операторов из армейского подразделения фотографии и кино, которым руководил Турнасо. На них видно то, что происходит за сценой, что повседневная жизнь продолжается, несмотря на войну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Странный сад в центре Парижа. Но за всей этой странностью скрывается значительная часть истории автохрома. Альберт Канн, хранитель этого места, имел в жизни единственную страсть собирать диковины со всех концов света и показывать их красоту. Это относилось и к растениям, и к фотографиям. Целью было объединить континенты и создать рай дружбы и взаимопонимания. Богатство человечества в его многообразии декларировал Альберт Канн. Единственной его целью было просветить современников с помощью фотографии открытием глаза на малоизвестный мир, на жизнь тех, кого называли дикарями. Альберт Канн был уникальным человеком, банкир, гуманист и филантроп. Он был прежде всего мечтателем. Не просто смотреть, видеть, учиться понимать друг друга. Идея была проста. Если все люди достигнут понимания, не будет войн. Он решил разослать операторов по всем пяти континентам. Цель – создать всепланетный архив. Гигантский замысел. Это были настоящие экспедиции с тяжелым оборудованием. Ведь автохромные пластинки надо было проявлять прямо на месте. Некоторые были потеряны, погребены во льдах Северного и Южного полюсов, чтобы найтись через пятьдесят лет в целости и сохранности. У Канна была чистолюбивая мечта. Он хотел, чтобы пленка уловила движение жизни, а фотографии сохранили цвет времени, которому суждено исчезнуть навсегда. Всепланетный архив должен был стать живой памятью для грядущих поколений. Сегодня он разросся до исключительных размеров. Япония КОНЕЦ Это реализация идеи Альберта Канна. В этих деревянных ящиках хранятся автохромные пластинки, составляющие то, что Альберт Канн называл всепланетным архивом. Название заслуженное. Это самая большая в мире коллекция такого рода. Что касается художественной ценности, то это неслыханное богатство. Здесь содержится отчет в цвете о времени, когда фотография была в основном черно-белой. Представлено около пятидесяти стран, и можно сказать, что это часть, пусть и небольшая, общечеловеческого наследия. Швеция КОНЕЦ Ирландия КОНЕЦ ЛИВАН КОНЕЦ МОНГОЛИЯ КОНЕЦ Для фирмы «Кортье» автохром представил первую рекламную кампанию в цвете. Эти украшения, большинство сделано в единственном экземпляре, стали бессмертными, как и представляющие их прекрасные женщины. КОНЕЦ 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 Компьютер позволил нам еще раз погрузиться в прекрасный мир цвета вековой давности. Унося нас вглубь времени, фотографии позволяют представить, какой была жизнь, фокусируя наше внимание то на деталях одежды, то на глубине чьего-нибудь взгляда. Только в середине 70-х автохром был открыт вновь, на этот раз в качестве носителя исторического наследия. Люди были очарованы этими образами начала века, которые, по сути, впервые увидели свет. Это лучшая дань памяти Луи Линьеру, чьей мечтой было дать зрителю полное ощущение реальности и жизни.